приветствую вас дорогие подписчики и зрители канала с вами вампир и я продолжаю проходить игру под названием skyrim а точнее дополнение под названием андет и как вы помните в предыдущей серии вот это вот а тут ее уже нету ну тут была сраная книга скажем так которая не хотела меня возвращать обратно в skyrim как вы помните в предыдущей серии так было и где-то ненавидев с десятого раза она меня все-таки вернула skyrim и слава богу и давайте вспоминать что теперь перед нами стоит итак посещение а по апокрифа увенчалась успехом теперь я владею достаточными знаниями чтобы провести ритуал превращения в лича мне нужно найти все необходимые для обряда компоненты первое найти подходящее место для ритуала второе приготовить эликсир опустошения и третье создать филактерию ну что ж давайте приступим но для начала давайте выберемся и из этого довольно таки жуткого места тут уже в принципе нам делать нечего хотя я вот не пойму мне отметка пол на карте не показано куда мне вообще идти но я думаю для начала давайте выберемся отсюда а как я помню выход с карим по моему где-то вот тут был тихо тролль вроде бы не заметил ловика так зайдет вверх или влево наверное думаю влево все-таки надо идти тихо тихо тучу темнее и темнее да я прав вот он выход из этой пещеры и наконец-таки мы выбрались блин какой же все-таки бака на это дополнение йом до отметки нету так что давайте не знаю допустим допустим с литью переместимся будем думать что нам дальше делать так давайте еще раз я посмотрю так найти подходящее место для ритуала где вам буду его искать приготовить или эликсир опустошения и создать филактерию я без понятия где это все не мужик хотя мне не жалко гонец и по ходу к нам ты кто тебя повсюду ищу тебя просили кое-что от кого не знаю жуткий тип такой черная одежда лица не разглядеть но неплохо заплатил чтобы тебе это доставили прямо в руки ладно мне пора под прочесть послание маклера маклер мужик что добиться давайте прочитаем ваши последние приобретения для меня не тайна возможно вам потребуются некоторые предметы которые так трудно заполучить у меня есть все необходимое чего вы не найдете на прилавках у суеверных скайримских торговцев взгляните ко мне если заинтересованы моими предложениями ищите хижину к западу от озера и леналта в лесах фолкрита не забудьте принести золото маклер мужик короче просит к нему заглянуть по моему появилась у меня отметка до афу эти маклера до появился отметка на карте около фолкриты как и понимаю да вот она хижин давайте привестимся в фолкрыт и оттуда уже направимся в эту хижину и видимо вон там мы сможем закупить все необходимое ну и начать да не попадался менее выписаться то еще ладно орет постой я тебе знаю ну и знаешь и чувство все погнали так далековато нам что-то идти а можно полюбоваться природой вскай риме она шикарно все таки как крути так погодите влево надо идти все правильно так а может быть что то новое написал нет ничего нового я думал мне скажут наш главный герой про маклер но видимо он сам нифига не знает кто это такой так враг некромант что ли твичет не надо не на того подожди еще кто блохо из нас а ну тут пристанище некромантов откуда тут кромот появился они всю дорогу там собираются кучку из так а тем временем мы добрались наконец-таки до хижины как-то это все странно выглядит то есть маклер или ты кто вообще а вас двое даже нет по-моему какие-то некроманты и рассчитал все таки своего друга поднимает вот точно хижина маклера ну давайте зайдем так мужик течет мне вообще надо ничего так хибарка честно говоря жутковато конечно как-то все это выглядит мне очень даже впечатляет так мужик давай поговорим теперь черный маклер а ты женщина извиняюсь я думал ты мужик кто-то подойди ближе не стесняйся мои глаза уже не те что прежде а это ты я почуял то с момента твоего появления здесь могущество воля цель так секундочку так это ты маклер да конечно это я послал тебе письмо а теперь ты здесь в поисках редких могущественных вещей тех что я думаю ты не найдешь у других да я действительно ищу кое-какие предметы и они есть у меня вот почему ты здесь глаза это единственный способ видеть я могу предоставить много из того что тебе нужно за определенную плату конечно что ты знаешь о некромантии лишь немногие предрасположены к нашему мастерству в последнее время меньше всего в скайриме но в былые времена при короле червей путь к нашему могуществу был закрыт простым смертным хилика вот почему гильдия магов ненавидела и боялась нас и поэтому магия смерти до сих пор движет стремлениями многих даже спустя столетия с тех пор как ее покровитель пропал в тишине расскажи о себе я простая торговка из-за великой войны сбыт некоторых товаров стал выгоднее чем раньше сирадил превратился в кровавую бойню и для людей нашего призвания это было гораздо большим богатством чем любая сокровищница королей тамриэля но если говоришь напрямую то этот круговорот душ и прочих подобных вещей поддерживал нас в течение достаточно долгого времени расскажи мне о великой войне столько мертвых и умирающих столько пролитой крови с обеих сторон и ни одна не остановится перед использованием сомнительных методов введения войны ради преимущества неудивительно что во время войны процветали некроманты и смерть верно к сожалению глупые суеверия и невежество народа обратила последний против нас ни империя ни талмор не признают нас хотя некромантия сейчас и всегда была более ценным союзником нежели врагом особенно там где смерть имеет значение так что мы еще не спрашивали что ты знаешь о короле и короле червей покровитель всех некромантов маннимарка король червей в тамриэле есть еще есть дураки которые считают что он был уничтожен 200 лет назад но мы-то знаем лучше не так ли живую смерть не так легко убить тем более бога бога они говорят что он поднялся к звездам и что король червей все еще наблюдает за нами когда луна некроманта не скрыта чужих глаз конечно тех кто может показать надлежащую преданность мало после столь долгого молчания что ты можешь рассказать о гильдии магов гильдия магов заботится больше своей бюрократии чем изучение самой магии о как же они ноют словно завистливые маленькие дети лишь стоит им подумать о наших делах как смеялся бы король червей ведь их сейчас могучая гильдия магов развеяна по ветру жалкие споры ничтожных волшебников и их политика как будто их никогда и не существовало что ты думаешь о синоде и коллеги шопыта коллеги шопотов заигрывает с некроманты я сомневаюсь что они могли бы сделать больше чем поднять останки сдох тот же синод их магия это просто надуманные фокусы призванные привлечь и впечатлить совет старейшин что такое луна некроманта ах да прости память старухи теперь алтарей не так много как было когда-то в одну из восьми ночей тень призрака освещает тех кто все еще платит дань королю червей и там за подношение душу он дает почувствовать вкус его власти о тебе не стоит позволять не заговариваться наверное будет полезно прочитать это чем слушать меня так она не дала какую-то книгу луна некроманта ну я думаю давайте прочитаем не будем спешить что-то покупать так предметы книги и луна некроманта так перед тем как я начну читать надо чайку итак братья и сестры червя не страшитесь испытаний ведь наше время грядет бог червей наблюдает за нашим орденом а в день расплаты избавит нас от бед а пока выполняйте его заветы служите ему и ищите на небесах его знаки призрак луна некроманта наблюдает за нами форма его приобретшего божественность заняла свое законное место в небе и закрыл нас от врага аркея чтобы мы могли служить ему когда небесный свет сойдет на нас ищите знаки спешите к его алтарям и переносите жертвы чтобы он даровал вам хотя бы частицу его истинной силы большие камни души предложенные ему потемнеют и с их помощью можно будет ловить неосторожные души такому мастерству поделился бы даже великий гаста я не знаю что такое оставайтесь верны ордену черного червя и ваша верность будет вознаграждена в надлежащее время он вернется чтобы исправить этот мир и те кто станет у него на пути будут страдать вечно как и те кто сопротивлялся ему ранее пока не пришел этот день вы должны верить и быть терпеливыми прячьтесь в ваших пещерах в ваших разрушенных формах в ваших тайных убежищах собирайте ваших слух и подручных читайте ваши заклинания когда орден зовет вас откликнитесь на его зов смотрите и слушайте короче все понятно если я не ошибаюсь чтобы использовать вот этот алтарь у вас должен быть сотый уровень зачарования и приступим мы к этому уже в следующей серии а пока надеюсь вам понравилась эта серия ждите продолжения подписывайтесь на канал ставьте лайки оставляйте комментарии ну и всем удачи всем пока пока я